И мне хотелось бы сейчас попросить, вот Раиса Фёдоровна Недвину выйти сюда и захватить эстафету. Сын, вы, мальчик. Раиса Фёдоровна, вам придержать микрофон? Раиса Фёдоровна сама всё скажет, что хочет сказать Федору Константиновичу. Давний друг, Эдуард Константинович, Раиса Фёдоровна Недвину. Раиса Фёдоровна, дорогой мой человек. Вот, я не знаю, кто не брат, кто не друг, кто не просто отец. Он наложен меня, но пожду, я еду как родной. Спасибо вам. Спасибо. Ну, то, что дружба давно, и потом, и потом, и потом, и потом уже Святая Гавриловича. И мы все едем туда долго-долго, ещё пусть она продолжает эта дружба. А сегодня я пою песню. Совсем недавно прошли у нас весенецкие чтения, где мы вспоминали нашего землика, Александра Ширяевца. И он писал, и настолько вы, родные души, люди Земли, вы совсем другим, мне кажется. Садитесь. Еночка, я вот сюда на всякий поле, хоть и не вижу, но пусть она вроде бы так будет разрушаться, но все это дает, и я все равно не вижу. А тогда пусть свежит. Я из города, из плен, к вам приду, На травы и на сено упаду. Задержусь, как босейковый он цветёт, Пусть мой год для жизни отбой не спустит. Задержусь, как босейковый лёд цветёт, Пусть мой год для жизни отбой не спустит. И в золото вечеротном ходит рожьев, Шевестит, жужжит, стопло нам встаёт. Он ты в песне, в песне, в песне жмится, я даю. И в песне, в песне, в песне, в песне жмится, я даю. И в песне, в песне, в песне, в песне жмится, я даю. Красоте. На судьбое, сладок, на судьбое, Соррицы поплыли, вот взяла мне, Маньи, твое, волос в поле ветровой, Я из пленок, я из города из пленок вам веду, И на травы, на сенах, в воду. Забяжусь, как басильковый лёг цветёт, Пусть плён мне жизнь в полк не сплёт. Забяжусь, как басильковый лёг цветёт, Пусть плён мне жизнь в полк не сплёт. Это про вас. Чталось, любилось, творилось, верилось, Куда-то далёко, далёко едилось. Сдавалось легко. И думалось, думалось, что-то бойко, бойко же успелось. Мечталось, любилось, творилось и пелось, Куда-то далёко, далёко летелось. Вставалось легко, засыпалось мгновенно. И думалось, думалось, как откровенно. А я не родилась, Круга не родилась, А главное время на всё находилось, На труд, на любовь, И на малую малость, И всё удавалось, И всё удавалось, И всё удавалось, И всё удавалось, На труд, на любовь, И на малую малость, И всё удавалось, И всё удавалось, И всё удавалось, И всё удавалось, Мечталось, любилось, Валилась и делась, куда-то далёко, далёко летелась, и всё удавалось, и всё удаётся, а значит, стареть вам никогда не придётся. Мечталась и делась, и всё удавалось, и всё удаётся, а значит, стареть никогда не придётся, а значит, стареть никогда не придётся. Я не могу не спеть, Еночка сказала детально, что прозвучала песня на металле Анатолича Северкова. Я её быстрее, как-то раньше. И с камерой рассвет стекается вода, и с маленьких годиц спивается беда. Я сказала, давай, не главное, что я буду петь сегодня. И снежное небесно, вот он цветка, это писал Идарь Гаврилович, когда-то и я, Тавар Михайлович, я, Туарда Константиновича. Ты горькая полынь, ты самый сладкий мёд, ты майская теплый, июнь-связной лёд. И прошлое моё, и будущее оно, и вечное тормит, майка твою лодку. Ты горькая полынь, ты самый сладкий мёд. Ты майская теплый, июнь-связной лёд, ты прошлое моё, и будущее оно, и вечное тормит, майка твою лодку. Дорогие друзья, скажу вам три слова. За последние два года я потерял такие замечательные тормитиящики. Палентин Григорий Градский, Виталий Завоевович Терехов, Игорь Терехович Терехович. Совершенно уезжая в Иркутск, я был на его похоронах, и два дня назад я получал приглашение. Позвонили мне сама, что 25-го числа в 12 часов меня ждут на оменьках в 40 минутах. Знаете, большая-большая утрата. Друзей круто-менький. Это были действительно замечательные друзья. И что я хочу ещё добавить здесь. Когда у Валентины Григорьевича Распутина умерла жена, я беру с полки книгу Виктора Петровича Полякова «Любовь моя печальная». И отправляю ни письма, ни записочки, ничего, а просто Распутину и отправляю его. Нету ни ответа, ни звонка, ничего. А потом вдруг он мне в среди ночи звонит и говорит, «Эдуард, Поляков меня спас. Потому что про эту книжечку небольшую я прочитал, и я понял. Надо дальше жить. Надо писать. Надо творить то, что он действительно поддержал. и дал возможности какой-то вырубить его поражение». А главное – искренне благодарить. Вы мои друзья. Спасибо. 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 Спасибо.